Пираты Карибского моря за 20 лет существования стали просто легендарной франшизой, заработали миллиарды долларов, сделали суперзвездами целую вереницу актеров и превратили их персонажей в поп-идолов. Но, увы, все меняется, и как мы прекрасно знаем, в последние годы пиратская франшиза находится в глубочайшем кризисе, и никакие попытки компании Дисней что-то с этим сделать пока что не приводят к ощутимому результату. Что же, сегодня у меня максимально плохие новости для всех поклонников пиратской саги. Ваш любимец, капитан Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа более не появится на экране. Никогда, ни при каких обстоятельствах, и это уже на 100%. Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. А прежде чем продолжить, хочу порекомендовать вариант, как смотреть фильмы и сериалы за сущие копейки. Это сайты GGSell. К примеру, тут же Netflix. Знаете, сколько там стоит самая базовая подписка на месяц? 599 рублей, а премиум уже косарь. Тогда как на GGSell тот же премиум аккаунт продается за 89 рублей. Неудивительно, что уже более 22 тысяч человек его купили, ведь это почти даром. Тем более, что на GGSell вы можете таким же образом экономить на Спотифайке, на поиске и куче других сервисов. Все проверено и абсолютно безопасно. А ссылка уже ждет в описании. Само собой, все мы прекрасно знаем, что несколько лет назад компания Дисней сообщила, что прекращает всяческое сотрудничество с Джонни Деппом. Что в первую очередь означало работу в рамках франшизы «Пиратов Карибского моря». После этого, правда, прошло какое-то время и могло показаться, что ситуация уже не так однозначна. Например, супер влиятельный в Дисней и вообще Голливуде продюсер «Пиратов» Джерри Брукхаймер продолжал топить за возвращение Деппа к роли капитана Воробья. Зрители таки просто требовали такого камбэка, запустив множество петиций, одна из которых уверенно движется к отметке в 1 миллион подписей. Сразу несколько бывших партнеров Джей Ди по съемкам сообщили о том, что их коллегу просто необходимо вернуть в пиратскую сагу и так далее. Плюс постоянные сообщения инсайдеров о том, что Дисней не поставил крест на сотрудничестве с Деппом, что актер не в их черном списке, и что, вероятно, хотя бы в неком камео он все равно может появиться, когда дело дойдет до съемок шестой части. Все это вселяло веру в то, что, возможно, ситуацию еще получится вернуть в нужное русло, но, увы, на прошлой неделе стало понятно, что все надежды рухнули окончательно и бесповоротно. Дело в том, что, как многие в курсе прямо сейчас, Джонни участвует в слушаниях против своей бывшей Вирджинии, и вот во время этих слушаний адвокат Эйч уточнил у актера, правда ли то, что даже за 300 миллионов долларов он все равно не вернулся бы к роли капитана Воробья. Напомню, что еще прежде появилась информация о таком высказывании Деппа, дескать, никто, ничто и никакие деньги не заставят его вновь работать с Диснеем после того, как они себя повели, даже за 300 миллионов зеленых, но, честно говоря, я лично тогда не смог найти прям точных подтверждений подобным словам актера, а вот теперь оказалось, что это стопроцентная правда. Более того, перед всем миром, под прицелом десятков камер, в прямом эфире и под присягой, сам Депп однозначно подтвердил еще раз, что это все правда, и он более никогда не намерен возвращаться в Пираты Карибского моря, чтобы играть там роль капитана Воробья. Как бы, как мне кажется, это утверждение более чем однозначно, и трактовать его как-то двояко не приходится, а невероятная публичность данных слов и то, что к происходящему Вирджини прикованы сейчас взгляды всего мира, отрезает Джонни любые пути для отступления, даже если представить, что актер захотел бы передумать. Так что, как мне кажется, как раз-таки теперь совершенно однозначно можно говорить о том, что вопрос камбэка Джонни в Пираты Карибского моря решен окончательно, бесповоротно, его мы более никогда не увидим в этой франшизе. Правда, тот факт, что Дисней продолжает активно использовать образ, созданный актером, например, в своих тематических парках, в многочисленном мерче, в компьютерной игре и так далее, все это говорит о том, что в отличие от Джонни с его персонажем, дом мыши как раз-таки прощаться не намерен. Так что, как знать, возможно, мы увидим замену Джека или молодого Джека, или сына Джека Воробья, это уже будет зависеть от изобретательности Диснея. Но никакую из этих ролей уж точно не сыграет больше Джонни Депп. Как бы вот такие они новости на сегодня, пишите, что вы об этом всем думаете, не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего впредь не пропустить. Спасибо всем, кто был с нами, пока-пока.